Любителя мини-игры и также SkyWars это будет очень интересно, потому что на канале Squarsity ты сможешь найти кучу различных видео по SkyWars. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в Майнкрафт в новую серию рубрики Без Модов, где сегодня в очередной раз мы будем готовиться к лету, потому что оно уже будет, ну вот прям через пару-пару дней. Поэтому, ребята, уже лето на носе и мы будем готовиться к нему. Кто помнит предыдущей серии подготовки к лету, мы, ребята, шли на шашлыки куда-то за город со своей семьей. Я вам, ребята, рассказывал, люблю я это или нет, а в этой серии мы будем готовиться к тому, чтобы пойти куда-то на море, на океан, на речку, на озеро и просто-напросто поддыхать со своими друзьями или также, ребята, со семьей. И также я вам покажу, как украсить свой задний двор с теми же предметами, с которыми мы будем идти, ребята, на море отдыхать. Поэтому, ребята, я буду рад, если вы влепите большой палец вверх, если вы хотите больше рубрики Без Модов, подготовка к лету, чтобы мы больше занимались вот такой фигнёй, ребята, я буду рад, если вы влепите большой палец вверх. Доберём 3000 лайков, я завтра же выпущу новую серию, ребята, это очень просто, поставить лайк за одну секунду, но если мы, дружно, соберёмся, все поставим лайк, то 3000 лайков мы, ребята, соберём за один день и завтра же выйдет новая серия. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты и, конечно же, ребята, пишите в комментарии, любите ли вы ходить на походы или, допустим, со своей семьёй, друзьями, я не знаю, куда-то, ребята, за город или на океан, на море, на речку, на озеро, куда, ребята, угодно. На самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. Да, ребята, а сейчас давайте мы сразу же приступим. И в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок, он выдаётся с помощью вот такой команды. Эта команда работает на версии 1.8, и, кстати, я её уже оставил в описании, любой из вас может зайти, скопировать её и также, ребята, вставить её в ваш ванильный мир Майнкрафта. Сейчас, ребята, ставим вот этот командный блок и вписываем вот сюда команду, только перед этим давайте включим геймод. Вписываем сюда команду, нажимаем «Готово» и также активируем, ребята, сейчас с помощью вот этого редстоун-блока. Ждём, пока это всё установится. Это устанавливается где-то пару секунд, в принципе, ничего такого сложного нету. И сейчас, ребята, наша команда была успешно установлена. Сейчас тут пропишем «Set World Spawn», для того, чтобы она работала в любой точке вашего мира и также не лагала. Тут вы можете её удалить, а тут вы можете, ребята, получить все нужные вам предметы. К сожалению, автор не сделал, чтобы мы кратили вот эти предметы, он сразу и сделал, чтобы они нам добавлялись в инвентарь. Поэтому, ребята, сейчас рассмотрим. Я уже, кстати, вот тут приготовил наш задний дворик, да, мы потом ещё найдём океан или море и посмотрим, ребята, как мы сможем пойти туда отдыхать, ну, допустим, со своей семьёй или со своей девушкой. Да, ребята, кстати, вот вы меня спросите, Эдисон, любишь ли ты ходить куда-то там купаться? Да, ребята, я люблю ходить купаться. В первую очередь, у меня есть бассейн, да, всяких бассейн в городе, да, я туда люблю ходить. А во вторую, ребята, кто не знает, я живу в Португалии, в Португалии есть океан. Ну, в смысле, возле Португалии. Я чаще всего со своей семьёй езжу туда, потому что мне нравится там отдыхать, ребята, поехать на океан, отдохнуть там пару часиков, загореть и вернуться, ребята, домой. Напишите в комментарии, куда вы ездите летом со своей семьёй или же друзьями? На море, речку, озеро или ещё куда-то? Или же просто-напросто на бассейн, ребята, мне действительно будет интересно почитать ваши комментарии. Да, а сейчас, ребята, давайте будем делать свой, свой, ну, хотел сказать огород, но это вообще нафиг не огород. Будем, ребята, делать, дайте я дверь, дверь запили, почини, а то что-то дверь как-то залагала. Мы будем, ребята, разукрашивать свой задний двор. Давайте, вот я сюда поставлю и, знаете что, давайте мы будем его разукрашивать вместе со своей девушкой. Девушкой, да? Пускай будешь тут и просто смотри, это же наш дом, мы тут живём, поэтому смотри и учись, и не мешай, женщина. Да, ребята, сейчас мы будем этим всем заниматься. И, в первую очередь, что нам нужно? Если у нас есть задний двор, то чаще всего мы, ребята, наверное, будем жарить тут шашлыки и прямо вот тут на заднем дворе, ребята, мы будем проводить много времени со своей семьёй. И это, в принципе, сейчас мы и сделаем. Что мы, ребята, заспали? Как вы видите, мы заспали коврик, где мы ходим, ребята, раскладываем тут еду, когда мы идём куда-то кушать, да? И, в принципе, очень круто, потому что мы сюда, ребята, даже можем сесть, то есть, как вы видите, дайте я нажму вот сюда, мы можем сесть, что с моей башкой? Что-то вселилось нафиг, нифига себе, я перекручиваюсь. Ребята, мы также можем сесть не на вот эту сторону, а на вот эту, что-то... Куда она бежит нафиг? Походу ушла от меня к другому, ну или просто-напросто пошла погулять. Я не знаю, ребята, я не знаю, да. А сейчас, ребята, знаете, что мы будем делать? В следующую очередь, чтобы на коврике было чем заняться, не с ней, она предательница, мы, ребята, заспавим себе корзиночки. Что за корзиночки? Вот, ребята, корзиночки, которые мы принесли себе с дома. Дайте я куда-то вот сюда поставлю, если я, конечно, смогу вот сюда поставить. Корзиночки с едой. Вы действительно можете зайти вот сюда, в эту небольшую корзиночку. Это самый маленький, наверное, сундук всей истории Майнкрафта. Потому что, ребята, он действительно выглядит очень круто. Ага, все-таки паскуда вернулась. Бросил тебя, бросил, но сейчас ты мне уже не нужна, я тебя просто-напросто не приму обратно. Все, не нужны мне твои извинения, ребята. И давайте мы сейчас сделаем небольшой вот такой пикничок. Что мы возьмем на пикник? Давайте возьмем две буханочки хлеба, чтобы так, знаете, ну, чтобы хватило. Потому что, мне кажется, то, что хлеб очень быстро закончится. Давайте, знаете, что мы еще возьмем? Давайте возьмем пару яблочек. Мне кажется, будет прикольно. И также, знаете, что? Давайте мы возьмем немного сырого мяса. Мне кажется, все берут мясо на пикник, да? Чтобы зажарить его. Ну, или просто-напросто мы с него шашлык сделаем. И давайте, ребята, возьмем ингредиенты, которые нам необходимы для салата. Давайте, это у нас будет морковка. Это у нас будет картошечка. Картошечка, нет, картошечку мы зажарим, ребята. Картошечку мы зажарим в костре. Вот давайте где-то вот так поставим, потому что картошечки нам нужно очень много. Вот так, ребята. Вот так. Зашибись. И что бы нам еще взять, ребята? Что бы нам еще взять? Картошечку мы взяли, хлеб мы взяли, яблоки мы взяли. Давайте возьмем рыбу. Давайте возьмем рыбу. Допустим, мы сходили на рыбалку на том же пикнике. И знаете что? Давайте мы еще возьмем арбузика, конечно, арбузика. Давайте возьмём, конечно же, печенек для того, чтобы потом поделиться, ребята, со всеми печенеки, давайте, расставим вот сюда, а сюда поставим арбузик, вот так, круто, ребята, и в последнюю очередь, давайте мы возьмём большущий торт, чтобы потом уже на конце, ребята, всеми поесть вот этот агроматный такой большущий торт, а мне, кстати, интересно, мы можем его куда-то поставить, вот фиг его знает, ребята, вот сюда мы можем его поставить? Не, к сожалению, знаете, было бы прикольно поставить его вот сюда Давайте поставим, ну, сюда Не хочет оно сюда ставиться, поэтому давайте поставим его куда-то Вот, нет, не хотел сесть, не хотел сесть Давайте поставим его, ребята, куда-то, куда-то, вот Да почему я сажусь туда? Вот сюда Да, оно издевается просто, я могу сюда сесть Не сесть, а поставить, вот Тут у нас, ребята, будет тортик, зашибись И какой у нас следующий предмет? Следующий предмет, это у нас, ребята, зонтик Да, чтобы просто-напросто вам в башку не хреначило вот этим солнцем, да, чтобы просто-напросто посидеть в тенёчке. Как видите, это зонтик. Но нам нужен следующий предмет для того, чтобы, ребята, его раскрыть. Вот наш следующий предмет, чтобы открыть наш зонтик. И мне кажется, что он должен открыться. Офигеть, какая крутая анимация. Как видите, ребята, он действительно открывается. И это просто супер-пупер-пупер. И у нас есть ещё также следующие предметы. Это всё нам пригодится для того, чтобы пойти на море со своей девушкой. Девушка, она опять от нас убежала. Ну, я её, в принципе, выгнал. Но сейчас, ладно, сейчас я хочу, чтобы она вернулась. Ага, вот где она. Ты тут, походу, путешествуешь, да, вот тут где-то по этому городу. Ну, вернись, когда будешь иметь желание. Мы тут тебе даже проход сделаем. А следующие предметы, ребята, у нас идут уже для того, чтобы украсить свой задний двор. Перед этим я, конечно же, выключил нафиг вот этот надоедливый дождь. И давайте, ребята, мы начнём украшать наш огород. А это новый заборчик. Мы все знаем, как выглядит старый заборчик. Вот так. Вот так. Но новый намного лучше. Это из досок, это из самого дерева, ребята. И давайте мы действительно сделаем вот этот заборчик. Потому что, мне кажется, он намного круче выглядит, чем старый. Это, как я уже сказал, пошли предметы украшения. Ух, зря я сюда это поставил. Потому что тут у нас заборчик же должен быть. Давайте, ладно, его вот так. Вот так немного продлим. Да, мне кажется, ничего страшного не будет, если мы его немного продлим. Нет, вот это, да. И поставим куда-то. Куда-то. Куда бы его, ребята, поставить? Вот, нет. Нет, вот так. А как мы, кстати, вот это удалить? Так, а как мы, кстати, вот это удалить? Римов. А могу ли я с помощью... Так, вот, замечательно. То есть тут есть специальные предметы, чтобы это все удалить. Конечно же. Это давайте поставим сюда. И заборчик мы продолжим ставить вот сюда. Зашибись, ребята. Тут у нас что-то левое получилось. Вот так. Вот просто так. Тут можно, ребята, сделать вот так. Зашибись. Вот такой у нас заборчик для нашего заднего двора. Это, ребята, у нас все уже готово. Сейчас, что у нас есть еще? У нас есть кэндл. Что это такое? Вернулась, зараза! Все-таки ты тут, гуляешь. Ну да ладно. Следующий предмет, ребята, это чтобы было больше всего освещения. То есть, это, ребята... Ну, я не скажу то, что это какой-то фонарик. Да почему ты не хочешь ставиться? Давайте поставим его... Что ты не хочешь ставиться? Вот так, ребята. Как видите, мы его поставили. Но давайте мы его отсюда удалим. И поставим куда-то вот сюда. В уголочек. В уголочек. Это свечка. О, романтический ужин, ребята. Романтический ужин. Это то, что нам нужно. Ты слышишь? Ха! Убежала, паскуда. Я ей романтический ужин тут готовлю, а она нафиг убежала. Да. И, ребята, что это такое? Мы, в принципе, можем это также поставить вот сюда на... На вот эти... Нет, не сюда я хотел поставить, зараза. Не сюда я хотел поставить. Да что ты... Что ты... Что ты выкобыливаешься? Вот сюда я на вот это хотел поставить. Наверх сюда. Я могу вообще это сделать. Ммм... 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 Кеа! Поставь... Кеа! Поставил, ребята. Вот так. То есть мы можем даже вот эти свечи или что это? Факелы, может, какие-то лампы или еще что-то. Я, если честно, до сих пор не разобрался. Ну, вот это все, ребята, мы можем поставить вот сюда прямо, прямо, прямо... Да поставься ты, мать твою! Прямо на вот эти заборчики, которые очень выкобыливаются. Вот так, ребята. Это, в принципе, выглядит очень даже круто. Следующий предмет у нас, ребята, это гном. Это действительно гном. То есть все мы видели в тех же фильмах, когда там на задних дворах или даже на передних, да, у нас вот стоят такие гномики. И такие гномики у нас будут стоять и вот тут, ребята, в нашем двору. Это, в принципе, очень даже круто выглядит. Они, конечно, вас ночью будут пугать, наверное, потому что... Она уходит и тогда возвращается. Ей что-то от нас нужно. Ну, ладно, ты постой тут, я там тебе подарок готовлю. Не заходи. Не... Так, вернешься. Потом вернешься. Надеемся. И, в принципе, ребята, это действительно крутое украшение. Вы можете это также ставить вот сюда. На вот эти... На вот эти сами... Да поставь, что-то так тяжело-то выбираешься. Вот сюда, ребята. Смотрите, мы можем этих гномиков даже ставить на вот эти заборчики. Это офигеть, как наркоманское просто выглядит. Но зато круто, зато круто. Разнообразие, ребята. Разнообразие это всегда важно. Давайте запиндули его вот сюда прямо. Да поставь ты. Поставь. Вот так. Я не знаю, куда его жопа, куда его ноги пропадают. Но это еще намного веселее выглядит, чем вот этот. Чем вот этот. Вот этот. Носатый. И, в принципе, ребята, какой следующий у нас предмет? Следующий предмет давайте мы поставим вот сюда. Это, ребята, украшения. То есть это цветочки. Мы можем это все расставить куда вам угодно. Мне так кажется, мы также можем их поставить вот сюда. Кань. Прям завыл нафиг. Как это круто выглядит. Смотрите, они прям въеживаются в это дерево. Это офигеть, как круто, ребята, выглядит. Куда бы еще вот это запиндолить? Давайте вот сюда поставим. Давайте вот сюда. Вот сюда. Действительно, ребята, очень круто выглядит. Это очень круто выглядит. Давайте еще вот сюда поставим. Офигеть, какой у нас дворик. И последний, ребята, предмет, к сожалению, это у нас. Ну, просто листва на земле. Чтобы просто сделать реалистичнее. Да, мол, не прям все такое гладкое, идеальное. А заросший дворик вот такой задний. Но все же, ребята, это круто выглядит. То есть это сделать не то, что даже листву. А просто вот такую видимую траву сделать. Можно в этом смысле сказать. 3D-трава, можно, ребята, и так сказать. И, в принципе, это действительно круто выглядит. Очень круто выглядит. Мы можем... Да почему-то не хоть ставится. Каждый раз оно как-то с таким замедлением ставится. Но все же, ребята, смотрите, как мы это все разукрасили. И это наш задний дворик. Круто выглядит. Серьезно, очень круто выглядит. И, в принципе, ребята, вот это... Это отличное украшение для вашего заднего двора, в первую очередь. С помощью коврика, с помощью вот этого зонтика, с помощью вот этих корзинок для пикника. Кстати, что у нас тут, хавчик? Никто еще не украл. Корзинок, ребята. Вы можете просто-напросто пойти на пляж со своей семьей или со своей девушкой. И также, ребята, не забываем писать в комментарии, куда вы любите ходить. Потому что это действительно пригодится для вас, ребята, чтобы даже не сгореть на солнце. И также, ребята, с этими всеми причиндальнями вы можете пойти... Я не знаю, куда вы еще можете пойти. Пойти куда-то на природу и просто-напросто сделать романтический ужин своей девушке. Потому что при свечах, на открытом воздухе, при луне... Страшные ведьмы там ходят. Кстати, куда ты убежала? Не знаю. При луне, ребята, вот так сидим в тишине. С пугливыми носатыми гномами. И наслаждаемся чем у нас тут? Пирожным, мороженым и также, ребята, тортиком. А это все с помощью вот этого всего. Вы также еще можете сходить куда-то, ребята, и на пикник. Поэтому это очень даже круто. Жена, жена или девушка, куда ты ушла? Мы ее вряд ли уже сможем сейчас найти. Вряд ли, мне так кажется. Она уже куда-то упиндолила далеко. Но все же, ребята, мы можем новую себе найти в жопу старую. Зачем нам старая, если мы еще сейчас получше найдем? Она будет получше. Да, вот. Мне кажется, такая страшная, как и была. Но это, ребята, любовь. Любовь. Неважно, кого ты любишь. Страшную. Родину. Гнома. Но я его не люблю. Да я эту не люблю. Я уже разлюбил. Но все же, ребята. Пускай. Пускай мы с нею закончим эту серию. Я, ребята, буду радостью влепни большущий палец вверх. Если вместе с вами мы сможем дарить 3000 лайков на вот этой серии, то я завтра же выпущу новую серию с этой рубрикой без модов, где мы также будем рассматривать новые вещички, которые пригодятся вам летом. Или просто-напросто будем дальше продолжать приготовляться к вену. Потому что лето уже, ребята, через несколько дней. И что самое главное, чтобы у вас, так как у меня сейчас, летом не было дождя. Чтобы был солнечный день. Давайте середину дня даже поставим, ребята, чтобы у нас был солнечный день. Все было круто. Выходили на море, океан, озеро, речку, ребята. Целыми днями со своими друзьями, также со своими родителями. Кстати, я уже вас спросил, что, куда вы ходите больше всего. Или же на бассейн, ребята, напишите в комментарии. И как я сказал, очень просто, ребята, поставить лайк. Наберем 3000 лайков, я завтра же выпущу новую серию. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый 2000 для меня как друг, ребята. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, чтобы они также знали, чем мы тут занимаемся. Делайте репост вконтакте. И, конечно же, ребята, пишите свои комментарии. На самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. Ссылочка на эту команду есть в описании. Заходите, копируйте, устанавливайте. А я, ребята, с вами прощаюсь. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день. Я каждый день вас буду ждать, ребята. Честное вам слово. Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok